А у вас в 5-литровых вообще нет бутылок, да? Уже разобрались. С утра уже? Ну, тогда больше не разобрали. Разобрали за полчаса и сегодня поставок больше не будет. Уже несколько дней в магазинах Барнаула сложно найти воду в 5-литровых бутылках. Наша съемочная группа сегодня отправилась в 4 супермаркета в центре города. Вода есть, но только маленького объема. Если вы захотите набрать 5 литров воды бутылками по 0,5, придется заплатить в среднем 300 рублей. Барнаульцы уже несколько дней жалуются на воду из-под крана, которая меняет свои оттенки. Что касается странного запаха, в реку вместе с талами водами с полей попадает гумус, земля, мусор, поясняют водоканали. Многих это смущает. Поэтому только в 4-м магазине мы нашли 5-литровые бутылки с водой. В остальных все разобрали. Я в 3-х магазинах сейчас бываю. Я вчера в 5 брал, нигде. Ранее мы были на водоканале. Там нашей съемочной группе пояснили, что сейчас объем специальных реагентов увеличен в разы. Но они в нормативе. В этом году сотрудники очистных сооружений зафиксировали первые изменения воды с 17 марта. На сегодняшний день вода у нас выглядит ручная. Вот так, подо льдом. Если зимой она абсолютно прозрачная, ее не отличишь от питьевой, то сейчас это вот такая вода. Три недели в году вода у потребителя может поменять свои свойства. Но она не стала от этого какой-то там плохой или непригодной для питья. Просто она стала другая. Она стала немного другого цвета, немного другого запаха. По словам специалистов, в Паводок проводится более тысячи исследований в сутки на разные показатели. Когда лед вскроется и речная вода прогреется до 5 градусов, водопроводная вода вернется к своим привычным параметрам. Вскрытие реки ожидается 10-12 апреля. По всей видимости, до этого момента многие барнаульцы продолжат скупать воду или закрывать глаза на ту, что течет из-под крана. Ирина Корчагина. День с толком. День с толком.